друзья всем привет здравствуйте сегодня мы стоим возле нашего чеснока но вот вот справа у нас лук соответственно мы будем разбираться видите у нас не есть листья желтые есть не желтые будем разбираться почему очень желтеет листья и чтобы сделать потому что есть три от основных причины которые из-за которых вообще это происходит и как вот это идентифицировать и так вот сейчас мы стоим около чеснока и мы видим что нижние листья у него желтая верхняя у нас совершенно нормальные зелененькие вот они и мы видим что сейчас у нас чеснок очень активно начал расти он к толстей пока здорово лук у нас вообще изумительно зеленый и просто прет смотрите друзья что получается у нас листья желтеть могут по трем основным причинам это пероноспороз это недостаток влаги и это у нас недостаток калия значит пероноспороз он проявляется по желтением листьев всех сразу и верхних и нижних на верхних даже чаще пятна появляются пятна при этом будут такой округло овальной формы и если поймать правильный момент в самом начале то вы увидите такой легкий легкий плесневидный налет снизу это пероноспороз но он прорезается чаще всего когда температура выше 22 23 25 градусов с потеплением вот в этот момент как только потеплело и сыра сразу надо бегом бежать не дожидаясь падающего желтеющего и в соплях исчезающего лука нужно его обрабатывать второй момент это недостаток влаги на растениях которые у нас был вот мы видим что здесь у нас слегка подсохли листья пока мы не наладили еще полив весной и не было дождей которые у нас идут вторую неделю соответственно нижние листья могут подсохнуть начинается это как правило с кончиков ну и дальше лист равномерненько свежел ты и наконец третье очень похожие признаки бывают при недостатке калия поэтому если вы видите желтеющие нижние листья подсыхающие с кончиков подкормите ваш чеснок или лук калия друзья если вы приходите идите у себя лук и чеснок желтые листья первое что вы делаете как володя сделал видите вы обрываете листок и смотрите да и володь если всех сторон до всех сторон если переноспороз то пятна будут у вас овальные формы то есть будут тут не по сплошню комбу и желтая будет овальная форма правильно да да ну и у лука очень быстро желтеет весь лист и вот так вот так пум как бы валится и он будет желтый и слизи образного такой гниющий поэтому если у вас нет дождей то вы активно начинаете если вы ну вы первая посмотрели лист поняли да что у вас или сплошняком как у нас значит вы исключили переноспороз и тогда у вас два варианта или влага или калий тогда вы подкармливаете калием и добавляете влагу когда я знал что у меня пойдут дожди я сульфат калия разбросал даже не растворяя в воде потому что я знал что пойдет дождь его он растворит и как видите все сработало все отлично из расчета 5-7 граммов на метр квадратный но при этом дождь прошел и мы понимаем что у меня сегодня дождя не будет да я уже полил фитоспорином это все дело я уже все опрыскал и добавил фитоспорин чуть-чуть сульфат калия для не корневой обработки собственно для чеснока он лишним не будет он лучше будет раз хранится он будет насыщеннее вкус ну то есть и лишним это не будет вообще когда вот стрелки чеснока вылезут их положено вообще обрывать чтобы лучше росла головка но на одном растении можно оставить стрелку и вот когда она распрямится тогда можно копать чеснок кстати друзья мы уже подходим к концу смотрите вот у нас видите вот тут у нас наших по моему три куста мы посеяли головкой посадили головкой чеснок потому что мы опровергаем или подтверждаем данные о том что если садишь головкой то зубки будут крупнее да поэтому мы посмотрим безумно интересно саму посмотреть потому что ну еще есть пара экспериментов друзья у нас очень холодно мы на этом будем прощаться с вами пойдем дальше работать пойдем в теплицу грето пойдем теплицу грето а вам всего хорошего в общем всем пока счастливо